День с толком Коллеги, расскажем о самых важных событиях этого дня 39 районов Алтайского края могут пострадать во время весеннего паводка Когда специалисты ожидают первое потопление и как к ним готовятся в регионе Успеть до конца года Каким образом в Барнауле собираются устраивать детей в ясельные группы Он любил Барнаул и даже хотел сюда переехать Может ли Федор Достоевский стать брендом краевой столицы в год 200-летия классика Власти Алтайского края планируют снять ковидные ограничения на работу досуговых учреждений С такой просьбой губернатору обратился уполномоченный по правам предпринимателей Дело в том, что бизнес по-прежнему терпит убытки по причине невозможности работать поздно вечером и ночью Ответ от правительства уже прозвучал Пресс-секретарь губернатора Дмитрий Негреев сообщил, что вопрос о снятии ограничений в работе досуговых учреждений сейчас прорабатывают При этом учитывается эпидемиологическая обстановка в крае и позиция регионального Роспотребнадзора А между тем, по статистике, за минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 159 заболевших коронавирусом 12 человек умерло В тяжелом состоянии находится 373 пациента К аппаратам ИВЛ подключено 100 человек И к другой теме На пожарах гибнет все больше жителей края Так, с начала этого года огонь унес жизни 42 человек Это в полтора раза больше, чем в 2020 Об этом сегодня во время пресс-конференции рассказал руководитель регионального МЧС За прошлый год в крае зафиксировали более 13 тысяч пожаров Тенденция этого года тоже неоптимистична С целью профилактики возгораний принято решение установить пожарные извещатели в помещениях, где проживают многодетные семьи Всего на средства краевого бюджета планируют закупить порядка 13 тысяч извещателей 15 февраля, город Олейск, значит, сработка датчика, приезжают подразделения пожарной охраны Многодетная семья, значит, произошел нарушение работы и печи Прошло загорание, пошел дым Значит, родители находились в состоянии алкогольного опьянения И никто не пострадал Вот стоимость детской и вообще любой человеческой жизни Один датчик В этом году сотрудники МЧС планируют также уделить особое внимание противопожарной безопасности на туробъектах Проверки турбаз начнутся до начала летнего сезона 39 районов края могут пострадать от весеннего паводка Первые подтопления специалисты прогнозируют в конце марта, когда начнут скрываться малые реки Власти региона и руководство территорий, которые входят в зону риска, накануне обсудили подготовку к возможным чрезвычайным ситуациям Тему продолжит Анара Шагирова Этой весной 16 тысяч домовладений могут быть подтопленными И в этом году угроза весьма реальна На большей части края влаги в почве больше нормы А это значит, талая вода не будет впитываться и пойдет поверху Разлив малых рек в первая волна паводка возможен на территории 182 населенных пунктов края Реки начнут освобождаться от льда, по прогнозам специалистов, уже в третьей декаде марта И тогда же из-за разливов начнутся первые подтопления Под угрозой сразу 39 районов, от степных до предгорных Обеспечить готовность ГТС к витротехническим сооружениям К безавоимому пропуску паводковых вод Обратить внимание на бесхозяйные Удивили сегодня это Поэтому особое внимание Прошу держать на контроле ситуацию и на особо опасных ГТС Уже подготовлен план по подрыву льда на реках края Первые работы стартуют во второй половине марта Специалистам рекомендовано с учетом прогноза синоптиков Ежедневно мониторить ситуацию и проверить готовность к эвакуации населения Чтобы в случае ЧП экстренным службам отреагировать оперативно Анара Шегирова, День с толком И к социальным новостям Пенсии работающих пенсионеров в этом году возможно будут проиндексированы Об этом заявил сегодня руководитель регионального отделения пенсионного фонда На данный момент в крае продолжает трудиться порядка 109 тысяч пенсионеров И если решение по индексации их выплат будет принято То на это потребуется порядка 2,5 миллиардов рублей К этой теме подходят И есть, наверное, какие-то поручения Ну, это может быть поэтапно Минтруд разрабатывает какие-то варианты Какие это варианты? Мне неведомо Но работа ведется В минувшем году региональное отделение получило задачу провести централизацию пенсионного фонда Это значит, что в пяти районах края необходимо ликвидировать межрайонное управление И оставить лишь клиентские службы Продолжит ли линию по оптимизации структуры новый руководитель российского пенсионного фонда Максим Топилин Пока неизвестно Сообщили нам сегодня Но в результате большое количество сотрудников из районов нужно будет трудоустроить в Барнаул А кто-то, возможно, и вообще потеряет работу По старой, будем говорить, концепции Прежней концепции Мы должны были на площадку города Барнаула принять дополнительно 185 человек 185 человек Рынок где? В первую очередь это те специалисты, которые вы говорите Калманка, углы и так далее Ждем, какую установку даст новый председатель Новый наш председатель Если он скажет продолжаем, продолжаем Назвать преимущество централизации, если она будет введена Руководитель алтайского отделения пенсионного фонда России пока затруднился Систему, которая работала в крае до нововведения Он считает удобной В том числе для клиентов Путевки в детские сады в Барнауле в этом году начнут выдавать не раньше конца мая-июня Как заверили нас в городском комитете по образованию Обеспечить местами планируют в том числе и малышей ясельного возраста К слову, в этом году согласно поручению президента России Все малыши до трех лет должны получить места в детских садах В комитете по образованию Барнаула говорят, что к концу 2021-го постараются обеспечить местами 100% детей ясельного возраста Сейчас в новых микрорайонах строят 4 новых детских сада К концу года, по словам чиновников, появится дополнительно 1030 мест В том числе 440 для самых маленьких Правда, то, что всем малышам достанутся места рядом с домом, в комитете обещать не могут Эта проблема может сохраниться еще длительный период времени Сегодня свой праздник отмечают все сопричастные к движению студенческих отрядов А участников молодежного движения на Алтае тысяча Уже ветераны строительных, проводниковых, педагогических отрядов и молодые бойцы О них, а также об истории становления и современном положении алтайских строятрядов расскажет Анастасия Дороган Я для себя свою религию выбрал, это строятряды Легенда студенческого движения Алтая Боец, командир и ветеран с 40-летним стажем в студотрядах Игорь Шахматов В 70-х годах он строил Каменский элеватор Ближайшее подобное по масштабам сооружение есть только за Уралом Комбикормовый завод в том же районе Его бойцы создавали Куландзинский канал Масштаб тех объектов студенты 70-х понимали уже тогда А сейчас даже удивляет, что за качество отвечали студенты И не строители, например, а медики Наши бойцы-медики строили вторые пути Среднесибирской железнодорожной магистрали То есть тянули ветку от Камня-Наби И туда по Новосибирской области, по Казахстану И 400 километров бойцами Медиками И когда комиссия принимала, она приняла с оценкой отлично Это практически невозможно Студотрядам на Алтае больше полувека В Союзе это была скорее обязательная практика А сегодня быть участником движения престижно В 2000-х почти с нуля в крае возрождали строительные традиции Создавали отряды проводников и вожатых Студенты проходили многомесячное обучение Сдавали экзамен, чтобы отвечать за вагон пассажиров Или отряд малышей Зачем-то же нужно человеку петь Зачем-то же нужно человеку, когда он выходит на сцену танцевать Есть те молодые люди, которым нужно Кого-то учить Кого-то наставлять Кого-то вести за собой По словам ветеранов движения В студотряды приходят люди Определенного склада Так про бойцов часто шутят Что они готовы работать за идею или грамоту И доля правды в этом есть На первом месте деньги не стоят Все-таки искренное отношение И умение оказывать бескорыстную помощь Это в первую очередь Умение поддержать своего товарища Умение в принципе дружить Умение работать в коллективе Не каждый может найти в себе В себе какие-то определенные вещи Чтобы согласиться с большинством Не только своим мнением Принять чужую позицию На Алтае в этом молодежном движении Больше пяти тысяч студентов И в регионе создают новые отряды Сейчас очень востребованы сервисные Для работы на курортах юга Но большинство все же строительные В них, как и в прошлом На БАМ или КАМАЗ Стремятся на всероссийские стройки Это что-то новое Это что-то неизведанное Хотелось бы попробовать Показать то, что мы можем Показать то, что алтайские отряды Это не хухры-мухры Кстати, официального формата Празднования Дня студотрядов нет Поэтому просто поздравьте Своих знакомых бойцов И пожелайте разве что Снятие ограничений из-за пандемии Они этого очень ждут Впереди лето И пора для новых свершений В самых разных уголках России Анастасия Дороган, Алексей Фризян День с толком Бывший алтайский полицейский Взят под стражу за взятки И торговлю конфискатом По данным следствия С 2016 по 2019 годы Обвиняемый хранил и продавал Немаркированный табак и алкоголь Лицензии на продукцию не было Общая сумма незаконного оборота Составила почти 130 тысяч рублей Экс-полицейского обвиняют И во взятничестве По данным следствия Он получил почти полтора миллиона рублей За то, что помог победить Конкретному поставщику Который обеспечивает связью Сотрудников полиции В прошлом году Мужчину уволили из полиции Дело направили в суд На имущество обвиняемого Наложили арест На сумму 11 миллионов рублей Добавим Обвиняемый Свою вину не признает И теперь к новостям культуры В Алтайском крае Планируют с размахом Отметить 200-летие Великого русского писателя Федора Достоевского По крайней мере Всероссийский оргкомитет Программу мероприятий Нашего региона Признал одной из лучших К слову Классик оставил особый след В Барнауле Литератор любил наш город Неоднократно Бывал здесь И даже хотел сюда переехать Местные филологи И культурологи Считают даже Что Достоевский Мог бы стать Успешным туристическим брендом Барнаула Далее слово Илья Кочеткова Обычная улочка Точнее даже проезд В Барнаульском частном секторе Но этот От окружающих Отличает Громкое название Проезд Достоевского Великий русский писатель Действительно бывал В городе Барнауле Но сегодня Об этом Посещении Напоминает Пожалуй Лишь название Этой улицы Между тем В Барнауле есть люди Которые уверены Что сей визит Достоин гораздо Большей памяти Достоевский Достоевский был В Барнауле Шесть раз Проездом из Семипалатинска В Кузнецк Где тогда проживала Его будущая жена В Барнауле По словам специалистов Классик видел Реально Училище Горный госпиталь Инструментальный магазин Он был вхож И в дома Знати города Горных офицеров К примеру Был гостем На балу По случаю Дня рождения Жены Начальника Горных заводов Картина Алексея Дрилева Висящая В Барнаульском Гмилика Иллюстрирует Этот эпизод Жизни писателя 24 ноября 1856 года По прибытии Барнаул Достоевский Через Семенова Впоследствии Семенова-Тиньшанского Получил Приглашение На бал Генгросу И Приглашение Было принято Это был важный Знак внимания Означающий Барнаульская элита Приняла Достоевского В свои ряды Фактически Сказав Ты свой Барнаул Писатель любил Гораздо больше Других городов Где проходила его ссылка Семипалатинск Кузнецк Омск Даже признавая Что Барнаул Полон сплетен Он считал его светлым И когда думал Что вернуться в Санкт-Петербург Ему не позволят Хлопотал перед своим другом Бароном Александром Врангелем О том Чтобы здесь остаться Если будет возможность Говорить и хлопотать О переводе моем В статскую службу Именно в Барнаул То ради Бога Не оставляйте без внимания Если возможно Говорить об этом С Гасфортом То ради Бога поговорите А если можно Не только говорить Но и делать То не упускайте Случая И похлопочите О моем переводе В Барнаул В статскую службу Филолог Достоевсковед Елена Сафронова Говорит Классик провел В Барнауле В общей сложности Две недели Демитовская площадь На горное кладбище Здесь он гулял Размышлял Итог Более 40 упоминаний В письмах И записках О город Мордасов Из повести Дядю Шкинсон Уверена Сафронова Это и есть Наш Барнаул А его герои Реальные жители Сохранился дом В котором останавливался Литератор Здание на пересечении Красноармейского И Интернациональной А тогда В 19 веке Он находился На нынешней площади Спартак-2 Тогда Сенной Еще в 2015 году Елена предложила Назвать площадь Именем Достоевского И рядом с ней Установить памятник Писателю Идею поддержали Ведущие вузы края Общественники Были разосланы письма Во всевозможные Инстанции края И если насчет памятника По словам Сафроновой Ответ был обычный Нет денег То переименование Пока даже не рассматривают Возможно Это личные пристрастия Кто-то считает Что это депрессивный писатель Либо пытаются Ну какими-то Отписками ограничиться Типа это решение Будет принято На следующем заседании Топонимической комиссии Ну видимо Она так редко Собирается А вот в городах Которые Достоевский Любил меньше Барнаула Писатели не просто помнят Его обожают Есть памятник В Семипалатинске В Омске Который писатель Называл гадким городишкой Есть музей Достоевского Но дальше всех В Сибири пошел Кузбасс Кемеровский предприниматель Общественник Эдуард Вистерман Уже больше 10 лет Продвигает в родном регионе Бренд Достоевского Под его руководством Разработан фирменный стиль Запущен поезд Со стилизованным Убранством вагонов Не говоря уже о конкурсах Акциях Даже товарах Вплоть до серии напитков По словам Эдуарда Имена известных деятелей Как туристический бренд Это общепринятая Мировая практика Парадокс Иностранцы Достоевского знают Больше чем россияне Те же жители Кузнецка Ну а здесь Когда были Иностранные специалисты Американцы Прежде всего Ну когда они Помогали в строительстве КМК Вот И они говорят Иностранцы интересовались Каким-то Достоевским И вот что меня огорчает Что Мы скоро Наверное Придем к такому моменту Когда Граждане Барнаульцы Например Они будут тоже Говорят Чего тут нам Какого-то Достоевского Приписывают Вистерман Стал также Инициатором Проекта по установке Верстовых столбов На пути Достоевского Через Сибирь По одному Такому столбу Сейчас установлено В Новокузнецке И Заринске Скоро должен появиться И в Барнауле Кузбасс передает подарок Алтаю Поставим Верстовой столб И мы Такой же Потом планируем Симпалатинск Увести Сами сделаем И поставим И тем самым Замкнем Как бы вот этот Маршрут Симпалатинск-Барнаул-Кузнец В перспективе Таких столбов Должно появиться Около десятка И они станут Основой глобального Туристического маршрута Со всеми Вытекающими В виде Сувенирной продукции Кафе Памятных мест И Барнаул Уверен Общественник Должен стать одной из ключевых Точек будущего Тракта Достоевского Вестерман надеется Что верстовой столб Появится в краевой столице Уже в этом Юбилейном году Но пока этот вопрос Остается открытым Как и по установке Памятника И переименовании Площади Спартак-2 Будет много Книжных выставок Которые устраивают Наши ведущие библиотеки Детская Имени Крупская Шишковка Это выставочные проекты Которые делает Например Художественный музей Алтайского края Это День Достоевского Гмилика Который сопровождается Лекциями Кинопоказами Как известно Три режиссера Наших земляка Прикасались к творчеству Достоевского Эксперты уверены Как когда-то Достоевский нуждался В Барнауле Так теперь Барнаул нуждается В имени Достоевского И пока есть те Кому интересна история Взаимоотношений Писателя и сибирской земли Бренд писателя Подчеркивают эксперты Нужно в сибирских Афинах Поддерживать и развивать Илья Кочетков Александр Антропов День с толком На этом у меня все новости Далее прогноз погоды Спонсор прогноза Компания Валар Напомню для вас Работает телефон Нашей редакции 205-545 Смотрите нас Не только по телевизору Но и в социальных сетях На ютуб канале Хорошего вечера И до встречи в эфире Продолжение следует... Продолжение следует...